Пойдемте, все, благословение свое. Пойдемте, пойдемте. Ежедневно сотни четинцев выстаивают немалые очереди и все лишь для того, чтобы оплатить коммунальные услуги. Но случается и такое, что обычный поход в абонентский отдел выливается в настоящий скандал. Мужчина на любительском видео стал зачинщиком дискуссии, поводом для которой послужили гигантские суммы в платежных квитанциях. Однако уже в ближайшем будущем оплата за электричество может существенно повыситься. И все из-за установки счетчиков. Ну счетчики стали менять, никто не предупреждал. Просто я сама увидела, что ребята копаются в щитках. Я спросила, что вы делаете? Они говорят, мы меняем счетчики. Я говорю, как счетчики? У меня счетчик вообще дома стоит. Я по ему снимаю, никто не предупреждал. Потом отключили свет на час и все, и дали мне акт подписать. Жители поселка Текстильщиков одни из первых столкнулись с настоящей бедой. Новые двухфастные счетчики специалисты компании «Читая наркозбыт» стали устанавливать буквально за их спиной, тогда, когда дома никого нет. Тем же, кого на месте застать удалось, было объявлено. Устанавливать обязаны по закону. Если не согласны, пишите отказ. Сказали, что показания за июнь мы уже будем снимать, должны снимать по новому счетчику. Вот там день, ночь, значит, ну тарифы. Ошарашила жителей новость. Двухфазный счетчик оснащен особой технологией. Считают, потребленные киловатты по специальной схеме. Отдельно ночные часы, отдельно дневные. Соответственно, и тариф отличается. Пользоваться светом ночью намного выгоднее, нежели днем. Таким способом читинцы экономить не готовы. Поэтому и требуют объяснений. Установка новых приборов учета не предусматривает изменения тарифа. Это, скорее всего, связано с тем, что приборы учета, заводы-изготовители предусмотрены на разделение тарифов на день и ночь. То есть, по желанию, потребитель может написать заявление и перейти на расчеты по тарифу день и по тарифу ночь отдельно. А может и вовсе отказаться от нововведений, заставить жителей устанавливать двухфазные счетчики невозможно, да и незаконно.